Всем привет! Прямо сейчас я, как и вся наша команда, направляемся в Турцию на второй сбор. Но за неделю, проведенную в Беларуси, нам есть что вам показать. И смотрите уже, а то я на автобус опоздаю. Пока основная команда готовится к сезону на берегу Средиземного моря, Дубль Динамо занимается в Минске на строящемся Динамо Юни. Так что кроме привычной картины из футболистов, фишек и мячей, еще можно повстречать строителя в каске или трактор, например. Впрочем, ни тренерам, ни игрокам такой пейзаж абсолютно не мешает. Какая разница, что там происходит за сеткой. Главное то, что на зеленом поле происходит. Так бывает, шумят там, что-то слышно, не слышно, но это не главное. Главное то, что происходит на форте. Эх, если бы еще мячи на стройку не улетали. Касаемо тренировочного процесса, тут все в полном порядке. Идет по четкому плану. Накладок не было с погодой, даже в этом году и, наверное, так даже получше. Как-то она помягче. Идем по тому же графику, что и в том году шли даже матчи практически в один и тот же день. И так же проходит и количество, и все. Но значительно легче. Ребята уже знают требования, уже и тактически уже все знают. Поэтому уже с первых матчей хорошие показываем, и игру хорошую показываем, так и результаты обнадеживают. Практически прошли без больших болезней и травм. Поэтому все в строю, готовимся. Ну и ребята горят желанием, конечно, в этом году себя еще больше показать, проявить. Уже проще, я думаю, будет и психологически будет значительно. Составленная из двух возрастов молодая команда только в начале сезона. Поэтому нагрузки выпадают достаточно серьезные. Но на настроении это никак не отражается. Ну, в стайках мы работали двухразовым режимом. И если в том году у нас ни разу не получилось отработать ни одного сбора такого против двухразового режима, то как бы мы это все компенсировали объемом нагрузок. У нас тренировки просто были по два с половиной часа, было по три. То сейчас мы, конечно, хорошо, что провели вот именно двухнедельный сбор в стайках и, я думаю, кладотворки. Хорошо, как бы все веселые. Конечно, у одних проблем в институте, у других проблем в школе. В этом году и экзамены выпускные, от третьего девушка ушла, от четвертого там. Что поделаешь, молодые ребята, качели. Мы все это проходили. Жизнь продолжается. Мы обязательно еще расскажем о дубле и не раз. А пока немножко отдохнем от футбола. Дело в том, что у одного моего друга недавно был день рождения. Да вы все его знаете. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну как, как? Из яйца вылупился прямо на середине стадиона. И все болельщики кричали «ДИНАМО! ДИНАМО!» Вот и назвали Динамошей. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Значит, Динамоша стал старше? Ты что? Я полон силы энергии! У-ху! Мне всего два года! Какой старый! Я самый стремящий молодой Динамошей на свете! Я подрос, возмужал, у меня вырос животик, у меня есть хвостик. Ха! Я еще умею делать вот так. Ку-ку! Ку-ку! Праздник удался. Судите сами, было много друзей. А мы все еще в России! А-а-а! Песни. Танцы. Кричалки. Динамо, мир всегда зелен! Вы грели, победили! На стражу он своих волос! Никто им не забьет! Подарки. Конкурсы. И сладости. Куда ж без них. Если кто-то хотел прийти, но не смог, забыл или не получилось, не огорчайтесь. Увидеться с Динамошей можно будет уже 12 марта на Кубковой игре «Динамо-Минск» «Динамо-Крест». И, к сожалению, день рождения только раз в году. А впереди две недели плодотворной работы. За всеми новостями любимой команды можете следить на нашем официальном сайте и в социальных сетях. Там будет что посмотреть и почитать. А пока берегите себя и пока!